Всем привет, меня зовут Неркин и добро пожаловать на выживание в Майнкрафте с модами на сборочке под названием Стоунблок. Сразу в начале скажу, что ссылочка на скачивание этой сборки находится в описании, чтобы потом не было глупых вопросов в комментариях. А мы будем начинать, погнали! Хоу хоу хоу, ты уже купил себе подарок на Новый год? Еще нет? Тогда чего ты ждешь? Заходи в мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru, здесь ты найдешь качественный майнкрафт по самым низким ценам, после покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Сотни положительных отзывов от настоящих покупателей, все чисто и прозрачно, проверь сам и не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. С наступающим Новым годом, дружище! Ну вот мы наконец-то и в Стоунблоке, как многие из вас просили и в комментариях мне писали почти под каждым видеороликом неркин, где же Стоунблок, вот он друзья. И я хочу вам напомнить наши условия, чем больше лайков, чем больше комментариев под этим видеороликом она собирается, за короткое время, тем быстрее выйдет следующая серия. Это условия в силе, так что дерзайте, а мы будем начинать. На чем же мы с вами остановились в прошлой серии, я создал вот такую вот автосилку, и она у меня не работает, потому что она требует вот такую вот энергию, FE. К сожалению, многие из вас мне написали неверную информацию, написали мне, что Неркин создай блок Ватермила, который будет давать тебе энергию, но извините, все не так просто. Этот блок вырабатывает энергию под названием ГП, но автосилка требует энергию под названием FE. И то ли я дурачок, то ли у меня просто ничего не получается, но я нашел только один мод, который вырабатывает эту энергию, и это солнечные панели. Вы серьезно? Я нахожусь в закрытом помещении, где нет ни одного лучика солнца и вы не предлагаете запитать автосилку при помощи солнечных панелей? С вами вообще все нормально? Надеюсь, в этот раз вы мне каким-то образом поможете, но у меня есть еще одна идея, как же создать правильную, крутую, скажем так незамысловатую автосилку. И в этом нам поможет соответственно сам мод, который добавляет эти сито под названием Эксни Хелиокреатио. А поможет нам в этом сам мод, который добавляет эти же сито под названием Эксни Хелиокреатио. Здесь заспавнился скелетнаездник, он перелез через это вот один блок, скелета убил и на меня начал нападать паук, очень жесткий паук, из него выпал вот такой вот лутбэк. Что в нем находится, я не знаю, я знаю, что за штуки конечно же, но что в нем находится я не знаю и сейчас мы вместе с вами это проверим, давайте-ка 3, 2, 1 бунт и ведро лавы приятно, затем у нас кристалл диаматин, шанс куб, о круто. И сожженец фиолетовой шо, фиолетовой слизи и алмазные и по ну же огнеупорность 3. Прекрасно я получил сразу два достижения давайте мы их быстренько оденем потому что броню у меня еще не было. И кстати этот блок очень круто. Я давно хотел получить этот шанс куб потому что это что-то типа лаки блоков в майнкрафте о и почему он изменился. О-кек. Это прикольно конечно же и давайте мы с вами его быстренько сломаем и и и что-что-что-что. О, go up fort.. Что? Квик, go up 14 блоков. Говорят мне типа о, быстрее у тебя есть.. О, стоп, стоп! А что случится-то вообще за 17 секунд, ну-ка. Сказали нам, типа, поднимайся вверх на 14 блоков Но это я не успею Господи ты, боже мой Ох ты, ё-моё, как я испугался Вам даже не передать Я не ожидал этой херни Вы что, гоните? Голова Неркина Ну, хоть приятный трофейчик Так, стоп, я надеюсь, если я сломаю эту штуку, мне мои вещи вернутся Да, приятно, спасибо Одинусь обратно Ну, это было жёстко Я очень сильно испугался Я прошу прощения, что я так закричал Но это было страшно Ладно, у нас ещё остался один ченскуб И давайте мы его испытаем Быстренько, опс Так, стоп Эээээээээээээээ Какое-то су- Почему он Сам открывается? Эй стой Дружище Эй-эй-эй-эй Господи ты, боже мой Это алмазы, алмазы Ну-ка, стой-стой-стой Глину, глину выкидай Какая картошка в чёрт Вот так, алмазы Тихо-тихо-тихо Смотрите, он до сих пор выкидывает какие-то предметы И всё Теперь всё хорошо Я поставил все свои вещи назад И смотрите, что нам выпало Не так, конечно, много но у нас появился эндер жемчуг, алмазик, сгусток слизи и изумру, то что самое такое важное. Там же еще пластинка, железный меч и все такое по минимуму. Это круто приятно, спасибо. И опять же таки скажу спасибо всем кто мне пишет в комментариях и помогает, вы очень крутые, спасибо вам огромное. И мне посоветовали создать вот такую штуку под названием Даймонд Ванд. Это жезл строителя, давайте мы его с вами создадим, тем более у нас есть алмазик, мы его только что получили и это приятно. Берем наш инваровый молот, добываем немножечко себе булыжников, чтобы превратить его в гравий и что мы делаем мы просто вот таким вот образом строим потихонечку а потом берем наш билдерс ванд и вот так тык-тык-тык-тык и все и мы это делаем буквально за долю секунды, а теперь просто берем молот и добываем офигенное количество гравия. Спасибо вам огромное ребята, это очень крутая штука. Помните в начале видео ролика я говорил, что мы с вами займемся автоматической сейлкой, все верно мы этим и займемся. Давайте посмотрим что нам для этого нужно, чтобы сделать автоматическую силку нам понадобится вот такая штука под названием каменная ось. Для ее создания нужно 6 каменных стержней, а также 3 штуки каменной шестерни, затем водное колесо, которое крафтится из 4 досок, 4 палок, а также каменной оси, ну и соответственно сам автоматический просеиватель, который крафтится из двух воронок, одной каменной оси, двух поршней и каменных шестерней. Для того чтобы создать предметный транслокатор нам понадобится 4 штуки редстоуна, 1 эндер жемчуг, еще один поршень, 2 железные слитка, а также 1 золотой слиток. Заметьте что мы сразу получаем 2 штуки, а для того чтобы создать абсорбейшн хоппер, нам понадобится око эндера, обсидиан, а также воронка, ну и соответственно нам нужно получить обсидиана, чтобы его получить, нам нужно создать правильно лавовый генератор. Для начала нам нужно создать необожженный тигль, который крафтится из 7 фарфоровых глин, фарфоровая глина крафтится из обычной глины и костной муки, мгновение и мы получаем необожженный тигль, теперь нам нужно его закинуть в печку и переплавить и мы получаем, что тигль и заканчиваем наше задание, да, наконец-то завершен. Открываем наш лутчестик и смотрим что здесь Гроус Кристалл второго уровня, это крутая штука которая помогает нам взращивать любые саженцы в радиусе 9 на 9 блоков, это крутая штука, опять же таки говорю давайте мы ее положим где-то вот здесь, так что она мне в будущем понадобится. Так, в общем тигль мы с вами сделали и что нам нужно делать дальше? А дальше нам нужно создать Кобблстоун генератор первого уровня. Кобблстоун генератор первого уровня крафтится очень просто, нам нужно всего лишь один блок стекла, 6 блоков булыжника а также ведро лавы и ведро воды, благо здесь мне выпало ведро лавы, чему я не сказанно рад, а ведро воды мы сейчас создадим. Для того чтобы не тратить железо чтобы создать себе ведро, мы создадим ведро из глины, в общем на всякий случай я решил создать себе еще одно ведро из глины, потому что кто его знает вдруг этот лавовый генератор забирает Ведро себе и железное ведро тю-тю. И, как и говорилось, как и предполагалось, да, одно ведро забрали. И я не знаю, почему одно забрали, одно оставили. Но в нашем бы случае, нас забрали бы железное ведро, и я бы очень был сильно расстроен. Но, тем не менее, мы с вами выполнили квесты, и что мы получили за него? Получаем, открываем 8 флюидных дисплеев. В общем, я не знаю, как это работает, но почему... А, нет, всё работает. Смотрите, 8 булыжников уже у меня есть. Я просто взял на кабустолон генератор, поставил сундук, и в нём начался появляться булыжник. Это приятно, это круто. Но всё же, я до сих пор не понимаю, как я должен получить лаву. Господи ты, боже мой, ну-ка, шо это за штрих такой? Ох ты, господи, там ещё эндермены. Так, а ну-ка. О, у него голова хэт крапа. Класс, я хочу такую шляпу себе. В общем, я наконец-таки разобрался с этим долбаным лавовым генератором. Для того, чтобы он заработал, и я наконец-то смог превратить булыжник в лаву, мне пришлось в него закинуть 10 булыжников, затем под ним поставить источник горения, в моём случае это факел, можно поставить также и лаву, гелориумовый блок, если не ошибаюсь, мега лаву, потом просто огонь, и в зависимости от предмета, который стоит под низом, скорость перерабатывания булыжника повышается. Но вы же понимаете, что это блин очень долго. Во-первых, нам нужен обсидиан для того, чтобы попасть в ад. Затем нам нужен обсидиан, чтобы создать себе обсорбейшн хоппер. И ждать каждый раз по 10 минут, это очень долго. И я вычитал в квестбуке, что при помощи блока елориума, мы получим скорость аж целых 20 единиц. Но чтобы создать себе елориумовый блок, нам понадобится также елориумовый слиток. А слиток мы можем получить из вот такой вот елориумовой пыли. Но чтобы получить елориумовую пыль, нам нужно просеивать песок. Так что занимаемся этим. Фуф, наконец-то таки я добыл себе. О, черт побери, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. До свидания, то что я делал очень много времени. Тут тоже давайте все светим. Ну-ка, 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 пакела в благо мне очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим на наши результаты. У нас очень много айрон-часть руды. И мы ее переделаем автоматически в кусок руды. У нас где-то было еще 77 штучек. Вот, отлично. Давайте мы ее закинем пережариваться, чтобы у нас было железо. И что, у нас есть 9 елориумовой пыли, единиц. Ну-ка, и давайте мы их тоже закинем и попробуем создать себе елориумовый слиток. Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, я уже поставил вот туда наш елориумовый блок. И давайте мы закинем сюда как можно больше булыжничка. И посмотрим, насколько быстро пойдет дело. Ох, да вы шо, серьезно, вот насколько быстро. Ой, ну все, дело в шляпе. В общем, процесс добычи лавы у нас пошел. И теперь нам нужно создавать обсидиан. Для того, чтобы его создать, нам понадобится каменная бочка. Крафтится она следующим образом. Нам нужен обычный камень, а также каменная плита. Затем каменную бочку нужно поставить вот сюда. И взять ведро воды из чикс. И вот сюда вылить. А затем просто пойти, взять ведро лавы. И нацелиться вот сюда. Бумц, и все. И мы получили наконец-то обсидиан. Нам нужны их целых три штуки, так что давайте этим и займемся. Чтобы процесс пошел еще быстрее, я создал вороночку. И закинул сюда булыжник. Теперь будет автоматически все переплавляться. Закидаться и я просто буду подбегать и забирать лаву. Потому что нам нужно попасть в ад. Для того, чтобы мы получили огненный порошок. Пока там добывается лава, я начинаю потихонечку заниматься тем, что создаю себе вот такие вот каменные оси. И все остальное для того, чтобы создать себе автоматический просеиватель. Опача. Пошли ребята. Так, тихо. Ой, господи ты боже мой. Как вас тут много. Так, 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 так. Тихо. По одному, по одному. Потихонечку подходим. Не стесняемся. Для всех у меня найдется время иметь, чтобы... Ой, да не. Вас там реально очень много. Не-не-не. Вот это я сделал тупой. Вот это я тупой. Жесть. Просто. Ой-ой-ой. Смотрите, сколько их. Смотрите. Меня убил зомби просто тупо. Через стенку. Я замуровался в стене. И он меня просто убил. Вы смотри... И они до сих пор прут. Вы что? Фуф. Вот это было сложно. Я вам серьезно говорю. Это было очень сложно. Вот это я, конечно, тупой. О, я завершил квест под названием Моб Фарм. Чисто случайно. Я вообще этого не ожидал, что я это сделаю. Вот оно. И забираем наш лут чест. Так. Мы также выбили стальные поножи. Одеваем их. И стальной шлем. Очень приятно. Так. Талисман восстановления закидываем вот сюда. И у нас еще также есть небольшие лутбоксы. Точнее, лутбеги. И давайте мы их откроем. Так. Uncommon лутбег. И здесь у нас рыба-клоун. И цветочное удобрение. Кстати, у меня есть такой квест. Смотрите, вот нужно будет создать себе такие цветочные удобрения. Четыре штуки. Возможно, нам еще попадется. И нам не нужно будет его крафтить. Так. Затем, рейр лутбеки. У нас есть персональный ключ. Гроус кристалл. Грязь и зеленые слизи. Слизневые ботинки. И ключ ящика. Приятно. И Uncommon лутбег. И что у нас здесь? Игла брюха. Также инфериумная эссенция. Приятно. Ну и последнее лутчест. Что у нас здесь? Кристабилизированная флаксовая труба. Ого. Это звучит очень жестко. Девять блоков обсидиана у меня есть. И поэтому мы создадим наконец-то себе портал в ад. И отправимся туда. Надеюсь, это не самая глупая идея, которая могла мне прийти в голову. Но я создал еще себе железные нагрудники. И мы отправляемся в ад. Ну вот мы с вами и в Незере. Добро пожаловать, ребята. И нам нужно теперь начать наши поиски крепости. Потому что... Почему я прыгаю? Почему ко мне двигается какой-то детеныш огненного паука? Ничего себе. Так. Тихо. Потихоньку. Ну-ка. Остановись. А почему так я так прыгаю? Ну-ка. Стоп. Смотрите. Бам. И я подпрыгаю. А-а-а. Слизневые ботинки. Класс. Мне это прям нравится. В общем, ребята. Скажу честно. Я дурачок. Я такой подумал. Мол. Неркин. А почему бы тебе не проверить? Возможно ли получить огненный порошок при помощи просеивания? И как оказалось. Черт побери. Можно при помощи пыли. И поэтому я пока что не пойду в крепость. Потому что это затянется на очень долго. И это очень сильно опасно. Так что возвращаемся назад. И двигаемся домой. В общем, вернулся я домой. И начал заниматься тем, что я перерабатываю песок в пыль. Бумц. И у меня огромное количество пыли. И теперь нам нужно его просеивать. И вот буквально я просеял один стак пыли. И уже получил 4 единицы огневого порошка. Насколько, блин, все просто. Теперь из этого сундука забираем эндер-жемчуг, который выпал нам в начале серии. Создаем себе око эндера. Затем все остальное. И получаем обсурбейшн хоппер. И мы уже стали на шаг ближе к нашей автоматической селке. Затем нам нужно создать предметный транслокатор. И теперь создаем поршень и два предметных транслокатора. В общем, спустя еще некоторое количество времени, я наконец-то создал то, что нам нужно. На автоматические просеиватели, три водных колеса, три каменной оси, два сундука, два предметных транслокатора, а также обсурбейшн хоппер. И что же, давайте мы наконец-то ее создадим. Ну что же, давайте приступать. Для начала нам нужно поставить наш автоматический просеиватель. Затем взять наше сито и начать его расставлять вот таким вот образом. Три, четыре, так и теперь пять. Все, которые у нас есть, мы их поставим. Вот, смотрите. И затем, что нам нужно сделать дальше? Взять нашу каменную ось, вот таким вот образом ее поставить где-то вот сюда. А затем нам нужно еще прокопать вот такое количество блоков. И поставить сюда три водных колеса. Затем нам нужно вылить некоторое количество воды вот таким вот образом, чтобы оно еле-еле попадало на наши водные колеса. И теперь смотрите, вот эта вот штука начинает крутиться и вырабатывать энергию, но почему-то не хочет работать сейлкой. И это очень странно. В общем, проблема решилась сама собой. Я просто сам дурачок и неправильно поставил наши сито, потому что сито должны стоять над этим автоматическим просеивателем. Вы не обращайте внимания на то, что все такое страшное и некрасивое. Это потом я поправлю уже вне видео. Сейчас нужна главная сама суть. И теперь вход вступает в предметные транслокаторы. Один ставим прямо на автоматический просеиватель, а второй прямо на сундучок. Вот таким вот образом. И сюда мы должны закидать продукты, точнее предметы, которые мы хотим просеивать. Правда, этого я сейчас не буду делать, потому что он начнет все просеивать. И все начнет настолько быстро просеиваться, точнее много просеиваться, что все будет разлетаться в разные стороны. И я, как истинный майнкрафтер, ничего умнее не придумал, кроме того, чтобы заставить это все стеклами, чтобы оно не вылетало за рамки предела нашей Абсорбейшн Хаппера. Очень ужасно все смотрится. Я знаю, что это все не очень красиво, но все же я вам пытаюсь это все показать, чтобы это все работало. Теперь смотрите, мы ставим сундук вот сюда, и на него ставим Абсорбейшн Хаппер. И заходим уже в интерфейс этой вороночки. И смотрите, мы можем показать нашу ария, которую он будет захватывать. И смотрите, как видите, он захватывает все, что нам нужно. То есть прямо вот такие все эти блоки. И что мы делаем сейчас? Наша воронка, смотрите, она просто захватывает предметы, и добавляет ее, скажем так, в свой импровизированный инвентарь. Нам нужно теперь подключить нашу воронку к нашему сундуку. И это делается все просто. Смотрите, сундук снизу, поэтому мы нажимаем вот здесь даун, и выбираем айтем. И смотрите, теперь бумс, выкидываем, и он автоматически попадает в сундучок. Теперь, что мы делаем? Мы берем, например, предмет, который мы хотим с вами просеивать. Давайте мы возьмем, например, пыль, потому что пыли у нас очень много. Открываем наш сундучок, закидываем сюда пыль, и смотрите, оно автоматически начинает все переходить, и начинает все просеиваться. Смотрите, ноль предметов, мы ждем. И опять же таки говорю, все выглядит очень костряво, очень некрасиво, но это все я исправлю вне записи, потому что это займет очень много времени. И есть, смотрите, у нас получилось, ну-ка, и что, и что, что, да, заряженные кристаллы, огненные порошки, святокамень, измельченная пыль, все полетело вот сюда, господи ты боже мой, круто. Да, мы это сделали. Правда, это все выглядит очень страшно, некрасиво, но мы это сделали. И я думаю, что мы можем на этом уже заканчивать. За эту серию произошло столько всего, что вам даже не передать. Но наш уговор в силе, чем больше комментариев, чем больше лайков, тем быстрее выходит следующий видеоролик. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. Вступайте в группу во Вконтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, добавляйте меня в друзья, все ссылки находятся в описании. С вами был Ян Эркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышемся! Майнкрафт по-новому.